Война воров и бандитов в 90-е, чья взяла к началу 90-х годов ХХ века организованный преступный мир разваливающегося СССР окончательно разделился на два основных и противоборствующих лагеря, блатных и спортсменов, бандитов. Деление произошло по принципам формирования обкой законом их существования, блатные чтили воровской кодекс, спортсмены же противопоставляли понятиям беспредел и силу. Основные отличия законники, это представители так называемого старого воровского мира, криминальной общности со сложившимися правилами поведения в преступной среде, понятиями, условностями, беспрекословно соблюдающимися как на воле, так и в тюрьме. Спортсмены, бандиты, разновидность криминалитета, зародившиеся и укрепившиеся с начала лихих 90-х. Название преступного этноса говорит само за себя, в эти отк вступали главным образом бывшие титулованные спортсмены или уволенные в запас военнослужащие, милиционеры, другие отставные силовики. Если воры в законе предпочитали решать спорные вопросы, прежде всего, путем переговоров, то бандиты действовали по принципу нет человека, нет проблемы минус своих конкурентов они чаще всего ликвидировали или в лучшем случае жестоко прессовали. Один из самых ярких примеров поведения спортсменов минус деятельность Курганской ОПК, состоявший почти сплошь из физкультурников. В 1993 году в конфликте за установление контроля над московским ночным клубом Арликиных киллер Салоник расстрелял одного из лидеров Бауманской ОПК, вора в законе Глобуса. Всего же за время своего шестилетнего существования курганские спортсмены отправили на тот свет не менее 60 человек. Войны между блатными и спортсменами проходили практически во всех крупных городах России, где было что делить. К примеру, в отечественном центре машиностроения городе Ижевске в 90-е правильные пацаны яростно конфликтовали с бобовыми минус так прозвали ОПК спортсменов, возглавляемую братьями Гороховыми. В борьбе за контроль над обираемыми коммерсами блатные в январе 1991 года сначала выкрали Гороха-младшего, потом еще одного спортсмена. Ответ бобовых стал ярким примером поведения спортсменов, отличающего их от правильных воров, минус физкультурники с помощью своей агентуры начали вычислять местонахождение блатных и массово сдавать их милиции. При обострении противостояния между спортсменами и блатными первым нелегко приходилось в зонах и тюрьмах, где чаще всего верховодили воры с понятиями. Спортсмен в отличие от блатного или даже мужика, как правило, при первой же представившейся возможности шел на сотрудничество с администрацией МЛС, чтобы заслужить условно-досрочное освобождение или смягчение режима. На правильной зоне спортсмены старались держаться особняком от остальных, чтобы воры их не порезали. Раньше можно было разграничить регионы на воровские, Москва, и бандитские, Санкт-Петербург. Теперь эта градация размыта из-за того, что серьезно пошатнулся сам статус вора в законе. Как это не парадоксально, но институт воров в законе в конечном итоге они сами же и дискредитировали. Точнее, это сделала новая формация законников. Ясность в том, что в борьбе между блатными и спортсменами уверенную победу одержали последнее, наступило уже к концу 90-х. По официальным данным МВД России, с 1991 по 1996 численность коронованных воров возросла вшись праз. Но их авторитет при этом также стремительно падал. Средний возраст законника сильно помолодел. К примеру, в 1996 году дальневосточный авторитет Джен короновал трех юношей, которым на тот момент не исполнилось и 22 лет. Раньше такого и представить было нельзя. Поступить с воровскими принципами пришлось как раз перед теми самыми спортсменами, плевавшими на понятия. Старые воры в законе не шли на убийство и совершение иных тяжких преступлений, а коронованные в 90-х подчас не гнушались ничем. Статус вора в законе сейчас можно купить, особенно этим грешат выходцы из Грузии. Есть случаи посягательства коронованных воров на общак, что, прежде вообще, каралось смертью. В 90-х ежегодно по нескольку раз раскороновывали законников из-за отступления тех от воровских традиций. Институт воров в законе не выдержал испытания деньгами, если у законников старой школы была хоть и преступная. Но мораль, основанная на определенном аскетизме, то постепенно поглотившие их безбашенные спортсмены имели принципиально иной ориентир, материальное благополучие любой ценой. Новые воры зачастую ведут шикарную жизнь, имеют дворцы и дорогие автомобили, сарят деньгами, не гнушаются прямыми контактами с представителями правоохранительных органов. А по понятиям старые добрые времена уже заодно это воры могли призвать к ответу и раскороновать.